Меня зовут Ашфа Мухаммад, я благодарен, мы всем благодарны, что вы дали такую полезную лекцию. У меня есть вопрос, вот смотрите, получается, если лист падает с дерева, то это поваля Аллаха. То есть если мы грешим и будем за это осуждены, это же тоже поваля Аллаха. Где? Я вас понял. Хороший вопрос. У вас вопрос следующий, если Всевышний Господь Бог, Аллах, субханалу, тебя все предопределил, то если я грешу, это тоже предопределено, Аллахом этого не избежать, то есть я могу и грешить и так далее, это же тоже Аллах мне предопределен. Правильно? Вот это вопрос. Да. То есть, например, давайте чуть по-другому рулирую, я постараюсь, что-то. Человек, например, на примере берет, забирает что-то, например, другого и кладет в карман. Потом ты его поймал, потому что ты украл, что совершил. Это Аллах же предопределил, Всевышний Аллах же все предопределяет, его предопределение даже в листочек не пойдет, поэтому он предопределил. То есть раньше, когда во время проведения Умара, то есть знаете, в исламе заварство это отрубает руку. Это не должно быть, нету самосуды в исламе, чтобы человек сам, например, взял и отрубил. Это, например, если там Сауда с Каравией, там Конституция, Шариат и так далее, там его судят, смотрят это. И как во время Умара одного привели, говорит, почему ты украл, мы тебе сейчас отрубим руку. Говорит, я украл по предопределению Всевышнего. Умар говорит, мы тебя отрубим тоже по предопределению. И когда, говорит, и когда была чума, он говорит, не будем туда заходить, в этот город, там чума, уйдем оттуда. Ну, вы, говорит, убегаете от предопределения. Мы убегаем от предопределения к предопределению. То есть сам себе не нужно. Отсюда как это понять с точки зрения ислам? Зак Аллахайя. Хороший вопрос. Всевышний сказал в сурате Ра'ат. В Куране в сурате Ра'ат. Всевышний Аллах заблуждает, кого пожелает, и ведет по прямому пути того, кто стремится к Аллаху. Еще раз, будь бдителем здесь. Всевышний Аллах заблуждает того, кого пожелает. А ведет по прямому пути кого? Того, кто стремится сам ко Всевышнему Аллаху. Вот этот аят, один аят, он закрывает много нам вопросов касательно предопределения. То есть мы уверены, что человек будет наказан по справедливости Аллаха. Аллах по своему знанию знает, Аллах, Субхану Таилар, знает, Всевышний Аллах, то, что человек этот заслуживает наказания. Аллах просто так никого не наказывает. Также мы знаем, что Всевышний Аллах, это за его грехи, за его какие-то действия. Также мы знаем, что Аллах, в судный день мы зайдем, верующий зайдет в рай, только по милости и прощению Аллаха. Вот на этом мой и ваш человеческий разум заканчивается. И остается Сиррулла и Филкадр. Секрет Всевышний Аллаха в предопределении. Почему у нас с вами заканчивается? Потому что, например, мы что-то можем увидеть на уровне горизонта. Дальше мы не можем увидеть. Не значит, что там чего-то нет. Там да, что-то есть, но невозможно это увидеть. То есть мы не можем увидеть, что происходит сейчас за стеной. Но это не означает, что там чего-то нет. Или у нас есть слух, мы можем что-то услышать, но какие-то вещи невозможно услышать. Потому что наш слух до туда не доходит, не достигает, но это не означает, что там нет звуков. Или когда подойдет маленький ребенок и спросит папу трехгазично, как я появился на этот свет? Ты не можешь ему сказать, что я прослал твою маму, потом у нас был никах, потом ты 9 месяцев жил в ее утробе, потом ты родился там. Почему? Потому что он не поймет. Ответ-то на это есть. Но его разум не поймет. Поэтому, когда пророк Мухаммад вышел и увидел, когда сподвижники между собой спорили касательно предопределения, Ихмад пророк Мухаммад мало злился. В этот момент разозлился, покраснел на лицо пророка Мухаммада и сказал, С именом Аллаха не разговаривайте в вопросах предопределения. Почему? Потому что вы не дойдете до сути, не сможете понять. То есть мы в чем должны остановиться? Наш разум ограничен. То, что в этом вопросе, да, то, что Всевышний Аллах запретил это, Всевышний Аллах все предопределил, но в этот момент дал выбор. Или такой хороший путь, или плохой. Если человек выбирает плохой, то да, Аллах знал изначально по своему знанию, какой путь выберет этот человек по своей сущности, поэтому и предопределил ему такой итог. Давайте возьмем знания ваши, наши. Знания они маленькие. Как Аллах в Коране говорит, над каждым знающим есть еще более знающий. И когда пророк Муса Моисей был вместе с Хидром, на тот момент Хидр, он не был посланником, но он был очень умным человеком. Когда Муса подумал, что он всезнающий, Аллах послал ему Хидр, который, не будучи пророком, знал больше, чем Муса. И потом он удивился. И тогда, когда птичка взяла глоток из океана, тогда сказал Хидр, Мусей говорит, вот этот глоток, маленький глоток, который взяла птичка в ротик, это наши с тобой знания, мои и твои на твоих. А весь этот океан знания Аллаха. Какое же знание Аллаха? Аллах в Коране говорит, смотрите, Субханаллах. Величайший аят, Сура Аль-Лукнан, Всевышний говорит, «Валяву анна на фил арди миша жаратил аглам». Если в этой, на этой земле, все-все-все деревья, которые есть, начиная с первого дня существования, со времена Адама, Али-Салям, до судного дня, все деревья взять и из них сделать карандаши. Потому что сегодня же день дерево на что уходит? На столы, на двери, в машине какие-то там, и на другие вещи какие-то там уходят. На много, не только на карандаши. Но Всевышний говорит, нет, все деревья используют только ради карандашей. И говорит, все моря, которые есть, океаны, моря, озера, все это взять, еще к ним прибавить 7 таких же, вместе взятых, и превратить это в чем нет, и писать знание Аллаха, и знание Аллаха не закончится. Субханаллах, что это? Знание Всевышнего. Аллах знает, что будет. Аллах знает, что было. Аллах знает, если бы не было так, как бы было, а если бы не было так, то как бы было. Все варианты Аллах знает. Поэтому, касательно предопределения, что мы с вами, что должны люди, как говорится, обычные смертные, чтобы понимать, что это хорошо, это плохо. Понимаешь, что все Аллах предопределил, зная сущность человека по своим знаниям, вот этим знаниям, которому сейчас сказали из Курана, зная, что человек выберет, поэтому по своей сущности предопределить ему вот такой итог. Но ответ на это есть. Но Аллаха нам не объясняет. Почему? Потому что мы не сможем понять. Как бы мы ни постарались, невозможно, но ответ на это у Всевышнего есть. Остается все секрет Аллаха, вопросы к предопределению. Смог ответить сегодня? Да. Нужно идти от плохого к хорошему предопределению.